Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем передачу «Торгуем с FIBA Group». С нами сегодня Татьяна Лейко, аналитик компании FIBA Group. Татьяна, добрый день! Добрый день, Игорь! Добрый день, ребята! Татьяна, что интересно сегодня, чем можно поторговать? Традиционно начнем с экономического календаря. Это та обязательная часть, за которой нужно следить, кроме того, что вы смотрите терминал и принимаете решение о покупке либо же продаже определенных активов. Мы сегодня получим новости из Америки. Это то важное, которое еще предстоит нам чуть позже. Это композитный индекс ISM для непроизводственной сферы. Прогноз и предыдущее значение не особо отличаются друг от друга. То есть, в принципе, если выйдет прогнозируемое значение, то это несущественно повлияет на волатильность рынка. Если же выйдет значение, которое будет очень сильно отличаться от прогноза, то мы посмотрим, там укрепится, либо же, наоборот, ослабнет доллар в зависимости от того, какое значение выйдет. В принципе, пока не прогнозируется ничего особенного на вторую половину дня. Давайте перейдем на терминал и посмотрим, что у нас происходит. Да, хочется сказать, что очень интересная была такая интересная волатильность на рынке, если так можно это назвать, после того, как я вещала в пятницу, нонфармы вышли совершенно неожиданными, что сильно повлияло на рынок и ослабило доллар. Поэтому все-таки нужно следить за экономическим календарем и не всегда те ожидаемые, те прогнозы, которые мы получаем, и те, которые мы видим в экономическом календаре, они оправдывают себя. Ну, то есть, давайте перейдем на евро-доллар, посмотрим, что происходит там. Несмотря на такую ушаткую ситуацию, евро-доллар, в принципе, идет вот по определенным шагам, по определенным прогнозам, да, те, кто трогают индикаторы ШМОКу, смотрят, наблюдают то, что актив продолжает тестировать нижнюю границу облака, это линия СИМПОУ-СПАНБЭ, она находится на отметке 1.12.60, да, четко видит. То есть, можно воспользоваться этой ситуацией и, в принципе, заходить на отбои. Те, кто использует графический анализ, видят, что образовывается такой треугольник уже на паре евро-доллар, пятничные новости только подтвердили, установив нам верхнюю границу нисходящего треугольника, так как это все-таки нисходящий треугольник, вы видите из картинки, то в большинстве случаев все-таки происходит прорыв вниз. То есть, ждем, пока актив дойдет до отметки 1.11.20. Вот она здесь. И хочется напомнить, что 1.11.20 также нам служила нижней границей, простите, верхней границей облака. Также там проходила линия Синкоу-СПАНБЭ, которая неоднократно актив тестировал в предыдущий месяц. Честно, я сейчас стою на продажу по паре евро-доллар. Я открылась у верхней границы треугольника на отметке 1.12.80. Вот эта отметочка здесь. На интродэе она также видна. 1.12.80. То есть, в принципе, я сейчас стала на продажу, да, и жду, что все-таки актив будет снижаться еще дальше. Я не думаю, что я дождусь, пока пара евро-доллар дойдет до отметки 1.11.20, но все же еще дальнейшие снижения как минимум до уровня 1.12.10 я подожду. Вот так. То есть, ждем и наблюдаем за отметкой 1.11.20. Вот это нижняя граница, те, кто еще не в рынке. Так, по поводу фунт-доллар. Фунт-доллар, мы уже говорили, что никакого индикатора айшиноку здесь не может быть, так как все-таки у нас четкий боковид. Хочется сказать, что все-таки я надеюсь, что фунт будет дальше расти, да, но посмотрим. Сейчас тестируется важный уровень 1.51.70, да, вот он здесь. И в случае отбоя ближайшим уровнем станет 1.53.40. Я думаю, что все-таки актив будет расти. Сегодняшние негативные новости по Великобритании, которые вышли в первую половину дня, все-таки сдерживают его пока около этого уровня. Ну, посмотрим, что будет дальше. Если не сегодня, так завтра у нас есть терпение. Будем ожидать роста все-таки фунта. Что творится у нас на интродэе? Ну, в принципе, точно такая же ситуация. Наблюдаем за уровнем, за уровнем 1.51.70. Так, простите, он у меня здесь не обозначен. Вот, за уровнем 1.51.70. Вот, и ставим себе кто-то более глобальные цели, кто-то более мелкие. В случае роста ближайшим уровнем более мелким на интродэе станет отметка 1.52.10, дальше 1.52.80. То есть это те ближайшие цели, которые, в принципе, намечены. Если все-таки актив пробьет 1.51.70 и пойдет вниз, то ближайшей целью станет отметка 1.51.20. Вот она здесь. Так, переходим на новозеландец. Я тоже по новозеландцу писала два дня подряд. Это, насколько я помню, это был четверг и пятница, да. Аналитику, что же будет дальше. Так, как ситуация была достаточно щекотливая и интересная, то есть этот актив тестировал у нас нижнюю границу облака, которая, в принципе, служит таким надежным уровнем для коррекции. Она совпадала, также эта нижняя граница, ее плоский участок совпадал с отметкой 0.64.30. Вот она здесь отмечена у нас на графике. То есть ситуация была достаточно двоякая. И даже аналитика называлась так, что новозеландец скоро нам даст возможность заработать. Почему даст возможность заработать? То есть при отбое мы сразу бы открывались вниз. По-моему, в пятницу я новозеландец как раз и комментировала. То есть при отбое мы бы открывались вниз и целями бы стали отметки 0.63.50 и 0.62.50. Вот эти две отметочки. Если все-таки произошел бы пробой, что и произошло, да, наблюдаем, то ближайшей целью станет верхняя граница облака, ну, можем сказать, что это отметка 0.65.40. То есть это также я указывала в своей аналитике, которую мы публикуем на сайте. Вот видим, 0.65.40, чуть не дошло, но мы помним, что мы ставим цели, чуть не доходя до уровня, не будем жадными. То есть вот как минимум плюс-минус уже до этой отметки и дошел новозеландец. Хочется сказать, если новозеландец все-таки преодолеет верхнюю границу облака, это линия Синькоус-Панбе, то точно будем уже заявлять, что нисходящий тренд закончился, как минимум будет разговаривать о боковике, либо же о начинающемся восходящем тренде. Но восходящий тренд это дело спорное, то есть пока он не подтвержден, мы как бы заявлять точно не можем об этом. То есть как минимум боковиты и как минимум окончание нисходящего тренда, то есть наблюдаем за этой отметкой. Вполне возможно, что актив дойдет до этой отметки, развернется и вернется в свое прежнее русло, то есть ниже отметки 0.64.30. Вот она здесь. Канадец. Сырьевые валюты очень хорошо себя показывали в паре с индикатором Ишимоку, то есть можно было открываться при коррекциях, когда коррекция заканчивалась, на отбоях можно было безболезненно входить и следовать тренду, который присутствует на рынке. То есть в данном случае доллар Канаде следовал восходящему тренду и при отбое от линии Киджун, особенно от ее плоских участков, очень неоднократно ее открывалось, и все происходило прекрасно. Но мы знаем, что все тренды заканчиваются, когда приходит конец определенной тенденции, поэтому мы всегда говорим, то есть при пробое цель такая-то, при отбое цель такая-то. То есть я следила за плоским участком линии Киджун, сейчас скажу, на какой отметке он располагается, 1.32.30. Вот. Это та отметка, которая была значимой для цены. То есть при отбое можно было открываться вверх на покупку и следовать собственно восходящему тренду. При пробое выступает целевым уровнем верхняя граница облака. Вот так собственно и получилось. То есть верхнюю границу облака мы уже протестировали. Это отметка 1.31.50, да, она была достигнута. Те, кто открылся вниз, тот уже заработал. Сейчас ситуация, честно говоря, двоякая. Если я открывалась при отбое, при пробое, простите, я открылась, сейчас у меня закрыта позиция по доллару-канацию, потому что непонятно, что он будет делать дальше. То есть пока он петляет в облаке, каких-то вот целевых уровней согласно индикатору шуму, нет, да, мы не можем говорить. То есть мы используем, закрываем индикатор и используем лишь графический анализ. Но помним, так же, как и в случае с новозеландцем, при пробое линии Синкоу Спанбэн, так как тут тренд восходящий, то это нижняя граница облака, а именно отметка 1.2785, то есть при пробое этой отметки также будем говорить, что восходящий тренд уже исчерпал себя. Можно закрывать и анализировать уже с помощью каких-то других индикаторов. Так, доллар-иена. По-прежнему наблюдаем треугольник, который никак не может показать себя, да, он до сих пор не прорван, он лишь корректируется. Ну, вот я наблюдаю за этой парой. Единственное, что это не очень удобно, так как все-таки видим дневной график и четкий треугольник именно на дневке. То есть не особо удобно анализировать и открывать какие-то мелкие позиции. Ну, что ж, мы все равно продолжаем наблюдать. Сегодня я проводила также семинар по индикатору и шумуку. Меня спрашивали, что я думаю касательно долларов, доллар-франк и евро-франк. Хочется сказать, что, например, доллар-франк, индикатор шумуку не применим, так как здесь уже вот такая сужающаяся фигура. Тоже наблюдаем восходящий треугольник, который тестирует с верхней границей на уровне 0.98-0.0. То есть при пробое этой границы мы будем открываться вверх. Ну, скорее всего, будет пробой вверх, так как все-таки, то есть чаще по статистике прорывается именно горизонтальный участок. Но, опять же, это еще вилами по воде, да? То есть все-таки наблюдаем, при прорыве вниз открываемся вниз, при прорыве вверх открываемся вниз, при прорыве вверх открываемся вверх, то есть смотрим, куда будет, куда прорвется этот треугольник и помним, что в основном отрабатывается высота, наибольшая высота треугольника, но лучше фиксировать прибыль, чуть не доходя до нее. По поводу еврофранка, здесь индикаторы Шимоку работают прекрасно, то есть до сих пор используем нашу линию Киджу, при отбоях от линии Киджу мы можем спокойно открываться вверх. То есть у нас облако достаточно широкое, сейчас, вот, да, покажу. Граница облака достаточно широкая, то есть тренд стабильный у нас. Также линия Шимкова находится над графиком цены, что способствует покупкам. Хочется отметить, что мы учитываем не только отбои от линии Киджу, но еще и учитываем отбои линии Шимкова от самого графика цены. Видите, то есть здесь отбилось, мы могли открываться на продажу, то есть это как дополнительный сигнал. Здесь также отбилось, можем открываться на, простите, на покупку. Восходящий тренд у нас покупки. То есть здесь покупка была бы, здесь была бы покупка. То есть все стабильно нам указывает, что все отбои мы можем использовать для покупок данного актива. Евро-франк хорошо работает к США, так что пользуйтесь возможностью. Не обязательно использовать только основные валютные пары, да, в классическом понимании, но можно использовать какие-то профс-курсы там, где есть сигналы. Так что вот такая ситуация у нас на рынке. Ясненько, Татьяна. Понял вас, спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. И вернемся к одной из тем, которые прозвучали. Евро-доллар. Насколько серьезно вы в продаже по евро-доллару? В продаже-в продаже долгосрочно или вот на сейчас, на день, на два? Вы меня спрашиваете, да, Игорь? Да, да. Вы же сказали нам, что если честно, то вы продаете евро-доллар. Да, да, честно, я пользуюсь сейчас треугольником. То есть тем, что я смотрю, что хорошо отрабатывается верхняя граница, поэтому когда я увидела, что дошло до отметки 1,1286, да, 1,1280, то я поняла, что как бы будет снижаться. Вот я фиксирую все-таки на более мелких участках на интродэй, так как я никогда не знаю, что произойдет с этим треугольником, так как оно зашло уже в финальный участок, оно в любой момент может прорвать как вверх, так и вниз. То есть я фиксирую, как бы, я вижу, что произошел отбой в ту сторону, например, сейчас произошел отбой вниз, я сразу же открылась вниз. Я понимаю, что нужно фиксировать где-то посередине треугольника, так как долгосрочные перспективы по евро-доллару очень непредсказуемы. Понял вас, Татьяна. То есть я понял, вы сейчас не по сроку ориентируетесь, ориентируетесь чисто на графическую фигуру, имеется в виду, что она к нижней части треугольника спустится, можно спокойно ее поддержать. Понял свою идею. Ясненько. Спасибо большое, Татьяна. Мы попробуем эту же идею сейчас реализовать. Вам удачи сегодня. Да, хорошего дня, ребят. До свидания. Спасибо. До свидания.